Учащиеся 10-х классов города Якутска проходят учебно-полевые сборы на базе настоящей военной части. За неделю проведения военную подготовку прошли около тысячи столичных школьников. Юные курсанты познавали азы военного дела. Это и построение, стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, оказание первой помощи, полоса препятствий и многое другое. На сборах побывал и наш корреспондент Юрий Осипов. Сейчас Паша учится только в 10-м классе Сахагимназии, но уже определился со своей будущей профессией. Он мечтает стать военным. На пути к своей цели он вступил в ряды юной армии. И прохождение военных сборов – это еще один этап. У нас есть в школе военно-патриотический клуб «Айсберг». Мы в Якутске поступили первыми в штаб юной армии. Военно-полевые сборы – это проверка самого себя, конечно, во-первых, ну и подготовка к моему будущему. Я хочу поступить в военное училище. Сборы для десятиклассников столичных школ уже второй год проходят на базе измерительного пункта войсковой части 14-129. Здесь ребята в полной мере могут ощутить армейскую атмосферу, настоящий плац, атрибутика и все необходимое для подготовки. Сбор проходит в течение шести часов. На протяжении этого времени им запрещено покидать расположение части. В любом случае, да, объект является особо режимным, потому что наши системы и станции работают по космическим аппаратам, в том числе стратегической разведке. Во время сборов юные курсанты обучаются всем общевоинским дисциплинам – строевая, физическая и тактическая подготовка. То, что должен знать настоящий солдат. На сборах они прошли несколько этапов – построение, стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, а также полоса препятствий. Учебно-полевые сборы, и для них это все новое. То, что они приобретают в школах теоретические знания, они в данном участке ДСК, учебная часть, в войсковой части показывают свои умения и навыки, практические навыки. Одним из этапов подготовки юных курсантов стало оказание первой помощи. Для проведения этого этапа на сборы прибыл специалист из школы медицины «Катастроф». Ребята не просто отвечали на вопросы, но и показывали наглядно свои навыки на подготовленном манекене. Если мы это обучение начнем со школьников, я думаю, что у нас потом будет уже как бы грамотное население. Для того, чтобы оказать первую помощь, необходимую помощь при возникновении каких-то ситуаций. Одним из самых сложных этапов стала полоса препятствий. Учащиеся проходили ее, одев на себя настоящий бронежилет и каску. В этом обмунировании они и проходили дистанцию. Где-то бегом, местами приходилось даже ползти. Паша успешно справился со всеми поставленными задачами. Полоса препятствий. Там как ползком шли. У меня шлем выпадал. В фильмах только видел настоящие бронежилеты. А так ощутил на себе. Зачастую юноши знают о военной службе только понаслышке и, как правило, не готовы к ней. Прохождение же таких сборов позволяет воочию увидеть и почувствовать на себе военную атмосферу. Это знание вселяет в них уверенность в себе. Учит не бояться военной службы. Юрий Осипов, Максим Ростовцев, НВК «Саха», Якутск.